Этим летом AMD представила игровые видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, и за счёт 7-нанометрового техпроцесса вместе с новой микроархитектурой RDNA они стали достойными конкурентами ускорителям Nvidia среднего ценового диапазона. Конечно же, самыми эталонными версиями сыт не будешь, поэтому покорять рынок принялись оригинальные партнёрские модели, которые, как правило, тише, холоднее и производительнее референса. Проверим данное утверждение на примере Power Color Red Devil Radeon RX 5700 XT, 8 ГБ OC. Новинка получила полностью переработанную печатную плату с усиленной подсистемой питания, адски большую систему охлаждения и заводской разгон. Поставляется она в большой коробке из плотного картона. Здесь рассказано о всех ключевых особенностях устройства, а также системных требованиях. Среди них хотя бы 700-ваттный блок питания с парой восьмиконтактных кабелей. Комплектация включает в себя руководство, диск, наклейку и карту с лого семейства Red Devil. Кстати, ещё существует ограниченная модификация RX 5700 XT, которая предлагает в качестве бонуса фирменный коврик для мышки. Данная же новинка выглядит по-настоящему монструозно на фоне референса. Это крупная топовая видеокарта с большой трёхвентиляторной системой охлаждения и вполне типичным игровым дизайном. Кожух выполнен из пластика и металла в тёмных тонах с агрессивными формами. Естественно, не забыли и о настраиваемой RGB-подсветке, поэтому обладатели корпусов с прозрачной боковой стенкой будут довольны. Обратная сторона прикрыта металлической пластиной жёсткости с узором и вырезом у края радиатора. Последний выступает за пределы PCB, что позволяет выдувать нагретый воздух не только в стороны, но и назад. Нам снова не разрешили разбирать новинку, но судя по официальному фото и материалам коллег, применяется оригинальная печатная плата с качественной элементной базой, микросхемами DR-MOS, твердотельными конденсаторами и ферритовыми дросселями. Усиленная подсистема питания насчитывает 10 фаз, вместо 7 уэталонной. Помимо слота PCI-Express X16 для питания используются два восьмиконтактных разъёма PCI-E. Получается, суммарно может подаваться до 375 Вт, чего за глаза хватит даже для разгонных экспериментов. Ведь энергопотребление видеокарты составляет 220 Вт и также есть возможность повышения Power Limit на 50%. Для вывода изображения используется эталонный набор интерфейсов из одного HDMI и трёх DisplayPort. Ну и что там у нас под капотом? 7-нанометровый GPU по умолчанию использует профиль OC, в котором частоты на 105-170 МГц выше эталонных. В свою очередь 8 ГБ GDDR6 памяти работают на эффективной частоте 14000 МГц. Пропускная способность равна 448 ГБ в секунду при 256-битной шине, что полностью соответствует рекомендованным значениям. Как и ранее протестированная версия RX 5700 от PowerColor, данная видеокарта получила две микросхемы BIOS и удобный тумблер для переключения между ними. В одном чипе содержится профиль OC, а во втором – Silent. При активации последнего частоты графического процессора снижаются до рекомендованных AMD значений, а энергопотребление – до 180 Вт. С установленной системой охлаждения видеокарта занимает аж три слота расширения и, согласно нашим измерениям, имеет общую длину 313 мм. Две секции алюминиевых ребер прячутся под кожухом, а тепло от сплошного медного основания им передают 5-6-мм тепловых трубок. Причем все покрыто никелем для улучшения теплообмена и защиты от окисления. Силовые элементы, как и чипы памяти, контактируют с основным радиатором кулера через термопрокладки. Вентиляторы с оптимизированной крыльчаткой имеют диаметр 86 мм. В их конструкции применяется двойной шарикоподшипник, что гарантирует длительный срок службы. Что ж, ну вот теория и закончилась, переходим к практике. При автоматическом регулировании скорости вращения лопастей и максимальной нагрузке, напомним, что активирован профиль OC, графическое ядро нагрелось до 64 градусов при критическом показателе в 110. Частота GPU составила 1873 МГц. При этом кулер работал на скорости 1750 оборотов в минуту, то есть на 51% от максимальной. Шум был ниже среднего уровня и не выделялся на фоне других компонентов системы. Для сравнения, кулер RX 5700 XT от Sapphire обеспечивал результат в 75 градусов при работе графического процессора на 220 МГц медленнее. Всё из-за более простого двухвентиляторного дизайна. В аналогичных условиях, но с активным профилем Silent, частота графического процессора снизилась до 1696 МГц, температура повысилась до 73 градусов, а кулер работал на скорости 1000 оборотов в минуту. Акустический фон был достаточно тихим. В режиме же максимальной частоты вращения лопастей вентиляторов температура GPU опустилась до 53 градусов. Шум, естественно, превысил зону комфорта, но зато частота графического ядра составила почти 1900 МГц, так что, как видим, запас прочности у системы охлаждения просто огромный. В реальной игровой нагрузке, созданной силами Assassin's Creed Odyssey в Full HD при максималках, скорость GPU достигла 2000 МГц, что почти на 100 МГц выше заявленных, а температура поднялась до 57 градусов. Вентиляторы вращались на частоте 1670 оборотов в минуту, то есть на 48% от максимума. Переход в 4К снизил частоту графического ядра до 1958 МГц, а нагрев, наоборот, возрос до 61 градуса. Вертушки работали на скорости 1750 оборотов в минуту, что ровно 50% от максимума. Кстати, референс в таком режиме является чертовски горячим и прогревается аж до 93 градусов. При отсутствии нагрузки рабочие частоты снизились, благодаря чему температура GPU не превышала 42 градусов, а кулером переходил в пассивный режим. Вентиляторы запускались только после достижения температурной отметки в 60 градусов, поэтому в моменты простоя видеокарта абсолютно бесшумная. В итоге трехвентиляторный кулер данной модели хорошо справляется с охлаждением разогнанного GPU, обеспечивая более чем низкие температуры при невысокой акустической нагрузке. К сожалению, ложкой дегтя стал неприятный свист дросселей, проскакивающий в стресс-тестах. Пока единственным реальным внутренним оппонентом для Radeon RX 5700 XT является RX 5700. Но новинка вполне ожидаемо обошла младшего представителя линейки Na'Vi на 12% в целом или 9% Full HD. Так что теперь пройдемся по внешним конкурентам от компании NVIDIA. RX 5700 XT обходит RTX 2060 Super на 7-10% и минимально на 1-2% опережает разогнанную в заводских условиях RTX 2070. А вот GeForce RTX 2070 Super уже вырывается вперед на 9-10%. Что касается энергопотребления, то тестовый стенд с 5700 XT от PowerColor Red Devil требует максимум 358 Вт. И это ниже, чем показатель конфигурации с RTX 2070 от Полит, составивший 417 Вт. Кстати, уже прямиком из завода тестовая видеокарта имеет солидный разгон по частотам, но у нас получилось выжать еще немного. Воспользовавшись MSI Afterburner мы подняли Power Limit на 50%, а затем увеличили динамическую скорость GPU до 2150 МГц, то есть на 7%. Видеопамять при этом заработала на эффективной частоте 15200 МГц. В процессе разгона вертушки вращались на 70% мощности, а именно 2670 оборотов в минуту. В таком режиме при запуске MSI Combustor температура графического ядра не превышала скромные 61 градус, а частота GPU достигала 2050 МГц. Но в играх данный показатель будет еще выше. Ну а фоновый шум не превышал среднего уровня. И вот благодаря манипуляциям с частотами в среднем результаты выросли на скромные 2,2%, что позволит несколько сократить отставание от RTX 2070 Super. В общем, как мы убедились, видеокарта PowerColor Red Devil Radeon RX 5700 XT 8GB OC заполучила мощное охлаждение с тремя вентиляторами и печатную плату с усиленной подсистемой питания. Невысокий уровень шума и низкие рабочие температуры здесь сочетаются с хорошим заводским разгоном, что делает новинку на голову выше референса. А при ручном разгоне можно вообще рассчитывать на частоту GPU в 2,15 ГГц, еще и при попутном сохранении акустического комфорта. Обладатели корпусов с прозрачной боковой стенкой новинка порадует агрессивным игровым дизайном и настраиваемой RGB-подсветкой. Закономерно на данный момент карточка является одной из самых дорогих версий RX 5700 XT, представленных на отечественном рынке. Но, по нашему скромному мнению, дополнительные затраты подкреплены реальными преимуществами. Ну а ваше скромное мнение мы, как всегда, готовы прочитать в комментариях под видео. Ну и о скромненьком таком, но при этом очень заслуженном лайке тоже уж постарайтесь не забыть.